Здравствуйте, уважаемые садоводоогородники! Меня зовут Русский Хован. Я вас приветствую на канале Иванова Наука. Спрятался под этим спасительным навесом от полуденного июньского солнца. Жарко, ужасно! Как сказал Эдисон, гений – это 1% вдохновения и 99% пота. Мне кажется, что пот я уже на этой жаре заработал. И в сегодняшнем видео я познакомлю вас с одним замечательным способом рационального использования такого прекрасного удобрения, как древесная зола. Я уже рассказывал о том, что древесную золу можно использовать абсолютно для разных растений, которые любят и кислые почвы, и щелочные почвы, и нейтральные почвы, и такие, и сики, и вот эту щелочность золы можно вполне нейтрализовать различными минеральными или органическими кислотами. Но вот зола сама по себе – это ведь комплексное удобрение. Она в своем составе содержит больше всего кальция. И кальций очень сильно нужен, например, томатам во время налива плодов, особенно в жару, тогда, когда кальций плохо усваивается, а его низкое содержание в почве представляет из себя настоящую катастрофу. При этом калий, который является вторым компонентным составом, важным для растений, вторым компонентным составом золы, он конкурирует с кальцием за усвоение. Поэтому использование просто зольного раствора, который содержит в себе и кальций, и калий, является не совсем рациональным с точки зрения, например, предотвращения вершинной гнили. Или нейтрализация избытка азотных удобрений, когда мы передоз сделали органикой или еще чем-то, и что-то где-то поджировывают. Или кабачки дают эту самую вершинную гниль, или же томаты тоже из-за избытка азота могут давать вершинную гниль. И так далее. И вот как же нам отделить калий от кальция? А на самом деле все очень просто. Это называется двухэтапный раствор золы. На первом этапе мы берем просто золу и заливаем ее водой. Эту золу надо выдержать от нескольких часов, 2-3 часа, до суток достаточно. Можно держать и дольше. Но достаточно подержать от 2-3 часов до суток вполне. И затем аккуратненько, не взмучивая осадка, надо брать вот этот прозрачный раствор, и это будет мощное калийное удобрение. Пожалуйста, берите такой раствор и подливайте им огурчики. Если вы берете, например, литровую банку золы на 10 литров воды, то вам ничего и разбавлять не надо. Просто взяли этот жиженький раствор и подлили огурчики. Это отличная калийная подкормка. А в осадке у нас в основном как раз остался кальций. Для того, чтобы его мобилизовать, растворить, возьмите, вот если вы литровую банку берете, но у меня больше, поэтому я беру, соответственно, больше, но если вы литровую банку взяли в такой пропорции, то возьмите, плесните туда 1 стакан уксуса, залейте еще раз 10 литрами воды, подождите пару часиков, и без разбавления, буквально по пол-литровой баночке, проливайте свои томатики. И это будет прекрасная подкормка кальцием. Вместо любых там каких-то других вариантов это тоже будет достаточно быстрый кальций. Очень-очень полезный для всех растений, которым кальций нужен. Таким образом, золу вы можете использовать дважды. Вот такой двухэтапный раствор делать и использовать очень-очень рационально. На этом я прощаюсь с вами. До скорой встречи!